Хищение бюджетных средств, их нецелевое использование, мертвые души, мошенничество и служебный подлог. Правоохранительные органы подводят итоги антикоррупционной работы за прошедший год. Сотрудники МВД, межрайонного следственного отдела, прокуратуры на примерах разбирают, как и кем совершались коррупционные правонарушения и каким последствиям они привели. Одно и то же. Как будто вы все бессмертны. Одно и то же. Это у нас лица, принятые на работу, которые не работают. Премиальные, которые вы выписываете сами себе, которые категорически не должны происходить. Поэтому не нарушайте. Глава муниципального района призвал муниципальных служащих подойти максимально ответственно к заполнению налоговых деклараций. В этом году их необходимо сдать до 1 апреля. Как показали проверки, указанные в них некорректные сведения расцениваются тоже как коррупционные правонарушения. В прошлом году они были зафиксированы. В основном они носят технический характер, они неумышленные. Но в любом случае это нарушение есть. Формально они содержат признаки дисциплинарного проступка, и поэтому муниципальные служащие привлечены к дисциплинарной ответственности. В планах работы комиссии усилить взаимодействие всех структур по дальнейшей антикоррупционной работе. Ожидается, что в этом году в Чистополе пройдет Всероссийская конференция. Она изучит опыт соседних регионов по противодействию коррупции и общественному контролю. Думаю, что мы сработаем, и муниципальная программа реализации антикоррупционной политики в Чистопольском муниципальном районе в текущем 2021 году также будет успешно выполнена. По красной дорожке в сопровождении учеников на сцену первой школы поднимаются лучшие учителя Чистополя. Все они участники муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». Своё мастерство они уже продемонстрировали на открытых уроках и мастер-классах с применением новых цифровых технологий. И вот теперь озвучиваются имена лучших из лучших. Екатерина Колпакова, учитель истории, признана победителем в конкурсной номинации «Педагогический дебют». Лучшим учителем татарского языка стала Гульнафис Сераева. Обе они работают в новом лицее. А вот символическая статуэтка с изображением пеликана выручается учителем русского языка и литературы, третьей гимназии Светлане Хайрулиной. Именно она стала обладательницей звания «Учитель года». Сердце трепещет, оно до сих пор трепещет. Конечно, это и неожиданно, и, может быть, ожидаемо, не знаю, все-таки я уже в профессии больше 30 лет. И еще раз хочу сказать, что какой солдат не мечтает быть генералом. Быть новатором, получать от работы удовольствие и всегда оставаться на одной волне с учениками – главное правило филолога. В конкурсах профессионального мастерства она участвует не в первый раз, уверена. Это повышает уровень педагога и дает возможность поделиться своим опытом. Теперь Светлана Хайрулина это сделает уже на зональном этапе конкурса. После таких теплых слов, что было сказано на подственных речи, значит, конечно, выложена ответственность. И нам надо приложить 100-120, наверное, процентов, чтобы реализовать вот эту надежду, которую на тебя возложили. Вы-то можете увидеть глазами, там либо покраснение, либо уплотнение, а мы руками. Флера Хакимова на первый взгляд ничем не отличается от своих ровесниц. Она мама 15-летней дочки, активная и жизнелюбивая. Но все же есть одно «но» – она не видит. В один момент Флера твердо для себя решила получить образование и стать профессионалом. В свои 35 уехала в Самарскую область и три года училась в медицинском колледже. Вернулась в Чистополь с красным дипломом. Теперь она профессиональный массажист. Чтобы не сидеть дома и что-то делать. Потому что без работы сидеть дома постоянно тоже не то. И семью кормить надо, и ребенка. Ну, что-то делать надо было, изменить в жизни. Это, во-первых, удовольствие. Людям сделаешь массаж, они потом встают довольны. Когда получаешь результат, вообще счастье. Что-то приносишь какую-то пользу людям. А почему нет? То есть люди без ног, без рук, там без всего что-то делают. Вот. И у человека, если есть что-то. Я все говорю, у него все есть. Слава Богу, только зрение. Руководство учебно-производственного предприятия «Реглан» и общество инвалидов по зрению поддержали новоиспеченного специалиста и помогли Флере на своей площадке открыть массажный кабинет. Обустроить его, сделать обстановку уютной для клиентов Флере оказалось по силам. Она каждый квадрат этого кабинета сотворила своими чудесными ручками. То есть вот все, что вы здесь видите, всю домашнюю обстановку, она совместно с мамой, совместно с теми, кто принимал участие, она это сделала. Я каждый ее шаг пошагово вместе, я вместе с ней продвигаюсь. За каждое ее улучшение, за каждую ее улыбку я совместно с ней радуюсь. Глаза слепых людей находятся на кончиках пальцев. Вот как раз Флера является доказательством того, что если природа отнимает какой-то из органов чувств, то компенсация, компенсируется это у незрячих, это компенсируется именно развитием осязания. Один из первых пациентов Флеры Ревкат Гордеев. Он уже на себе испытал мастерство незрячей массажистки. С гордостью говорит, что такой специалист появился в Чистополе впервые. И он востребованный не только для людей с ограниченными возможностями, но и для всех нуждающихся в лечении. В копилке заслуг у девушки уже немало побед. Второе место на международном чемпионате по массажу в Москве. Первое место в чемпионате Самарской области. И это далеко не весь перечень достижений. Этот шаг, он еще не законченный. У нее еще есть цели, перед которые она перед собой ставит. И мы с ней вместе будем это продвигаться и достигать. Для сотрудников комитета по биоресурсам и природного заказника «Чистые луга» это обычные рабочие будни. Помогать подводным обитателям выжить в условиях суровой зимы. Республиканская акция «Рыбе быть» – возможность привлечь к своей работе помощников, на этот раз курсантов автошколы ДСААФ. Эта акция проходит ежегодно, против замура рыбы. Когда низкий уровень воды мал, бывает то, что подачи кислорода им нету, проточной воды нету. По поводу этого приходится вставлять камыши, чтобы качать воду кислородом. Вход идет именно сухой трубчатый камыш. Находясь в воде, он способен долгое время быть проводником воздуха для рыб. Молодым людям объясняют, как пробурить лунки и правильно разместить в них растения. Многие курсанты мотобур держат в руках впервые. Профессионалы помогают им освоить технику и почувствовать себя настоящими спасателями. Все равно хоть какой-то процент мы поможем, чтобы она не выбрала. Из 100 процентов процентов 30 точно останется живой. Здесь ничего сложного нет. Каждый может перейти так помочь, если есть желание. Примкнуть к акции могут и любители зимней рыбалки. Ведь за весь день хороший рыбак бурит более 50 лунок. Оставить в каждый камыш реально и действенно считают природозащитники. Только за один день акции сотрудники комитета по биоресурсам обустроили камышами более 200 лунок. Такие же меры по спасению рыбы предпринимаются во всех 17 прибрежных муниципальных районах, а также на особо охраняемых водоемах Татарстана. Борьба с коронавирусной инфекцией, работа в новых условиях. Медицинское сообщество анализирует прошедший год. На итоговом совещании отмечают главное – задачи справились. Временный инфекционный госпиталь для районов Закамья, резервное отделение, провизорные госпитали, скорая и неотложная помощь, поликлиническая, с самого начала пандемии и до сегодняшнего дня все службы функционируют и обеспечивают больных всем необходимым. Большое спасибо всему медицинскому сообществу Чистопольского района, что они своим профессионализмом за счет только него, я думаю, справились с этой поставленной задачей. Удалось снизить темп распространения инфекции в целом, научились лечить эту инфекцию, поэтому сегодня уже работа идет в таком штатном режиме. Особый акцент на новшество в здравоохранении. В рамках государственных программ в Чистополе открытый кабинет палиативной помощи, очередной фельдшерско-акушерский пункт, новый современный операционный блок. Переснащено отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Капитально отремонтированы кардиологическое отделение и первичный сосудистый центр. В процессе уже капитальный ремонт стационара, строительство приемно-диагностического отделения и, конечно же, эти новые возможности позволят оказывать своевременную медицинскую помощь на совершенно другом уровне. У нас есть надежда и мы уверены, что здесь здравоохранение в Чистопольском районе будет на высоком уровне. Работы медиков, отмеченные победами в конкурсных программах, говорится на встрече. Так, курсы мягкие роды стали лауреатом конкурсов «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» и «100 лучших товаров России 2020». А Молодежный совет привез в Чистополь победу в ежегодном открытом фестивале творчества работающей молодежи «Наше время без Нензаман». В процессе подведения итогов заместитель министра вручает отличившимся медицинским работникам государственные награды. Вместе с ним награждают медиков глава района и главный врач Центральной районной больницы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...